в общем я тут разбираю и варю бульон для супа сейчас буду делать тайский китайский в общем что там с штрафом где-то как аж в далеком в июне не знаю кто я или муж скорее всего я не говорите иначе он меня сожрет потому что я всегда езжу быстро я не люблю тащиться как черепаха и очень часто превышаю скорость поэтому если он узнает будет а я тебе всегда говорю не езди быстро вот пришла я значит к племяннице потом по штраф 100 евро превысил на 10 километров всего было ограничитель 80 я проехала 90 хорошо хоть не больше вот и в общем влепили штраф если я заплачу сейчас то 50 процентов скидка ну я так подумал есть опыт знаете пошла все нафиг заплатила но племянница говорит что это говорит можно это как это сказать то сказать что это не ты была и что они не имеют права там в общем она сказал что можно как-то это бы это за по протестовать в общем и может быть штраф снимут я говорю ну ладно давай я заплачу и принесу тебе а ну я начала сначала спрашивать чудо как где делать и она мне такая говорит хочешь говорю давай я тебе сделаю конечно и в общем я заплатила на почте быстренько и пошла и отнесла эти бумажки вот чтобы она там куда надо обратилась но сейчас она мне звонит и говорит что там написано если вы заплатили то вы согласились с этим штрафом вот а дело в том если бы я не согласилась то сто процентов потом бы я была виновата и мне надо было бы было бы платить не только штраф в полном размере но и все эти как их это сказать интерес проценты которые ну там за весь этот суды и муды в общем не в крупной суммы вышло бы я думаю нафиг лучше заплатить полтинник и спать спокойно тем более я знаете такой человек я не люблю когда у меня какие-то штрафы на мне висят когда кому-то должна я прям все спать не могу поэтому мое спокойствие стоит дороже любых денег я варю бульон куриный сейчас буду но все дождик уйдет представляете весь день лед дождь но такой хороший как здесь говорят хороший дождь то есть он не приносит вреда потому что если здесь крупный дождь сильный то все это льется сбор не все это на хрен затапливает я зашла фруктовый магазин тоже ну скорее в овощном и кое-что купила в овощном тоже так что вот так утро я такая у них стою куда я этот пакет запихала я ж туда хотела мясо положить я говорю ну все они куда ты сейчас пойдешь я говорю пойду горе за это заглаживать они как это так что-то куплю себе они такие смеются у них семья знаете у сестры живут дети короче их там больше десяти человек по моему живет а на новый год у нас сейчас поговаривают что больше сейчас вот племянница сказала что 10 человек разрешат на новый год а я смеюсь говорю ну и чё кого вы это будете из дома провожать вашу больше десяти они смеются потому что у нее у сестры сын чарли там на кровать квартиру купил и он сейчас там ремонт делает и с семьей к ним переехал и в общем у них там трэш я говорю ну если у вас будет кто лишний к нам присылайте нас говорю всего двое смеются вот я сегодня с ними быстренько потому что я этим штрафом разочарована блин главное мужу не говорить я сестре говорю ты своему брату не говори что я меня штрафовали а то он не говорю мозги все это она говорит ой ну подумаешь штрафы главное здоровье а штрафы это фигня понятно что фигня только он мне все время будет говорить об этом а я всегда будешь я был прав что не надо ездить быстро соблюдать правила дорожного движения ля-ля-ля-ля-ля-та-па-ля-ля-х ну ладно что я купил это фенхель вот очень вкусно его готовить три огурчика редисточка смотрите вот это редиска и вот такие мужу яблоки а я же себе тоже он блин ничего их не взвесил триндец капец или я их набрала и не положил я же себе в куру вкусные яблоки брала наверное там оставила мне их не заплатила ничего но сам факт что они были вкусные где-то лежат в пакетике твою мать у него там ну ладно я осталась без яблок в общем ладно суп варится все варится все готовится пойду полежу кайфу ткань кайфу это вот 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 будем варить с вами суп аля миссу аля не аля для этого нам понадобится я сварила куриный бульон вот можете из кубиков вода и кубики и все получится вкусный бульон а вот рисовая лапша соевый соус соус торияки паста мису чайная ложка и водоросли сухие щепотка скажем так так теперь самое дольше у нас варится лапша потому что здесь буквально все готово уже закидываем лапшу я вот так и ломаю чтобы было удобнее есть и варим до готовности как написано на упаковке на упаковке у нас написано 2-3 минуты минутку поварилась осталось буквально там считанные секунды добавляем 2 столовые ложки соевого соуса 1 столовая ложка соуса терияки перемешали буквально за секунду до готовности добавляем тофу порезанный кубиками можно добавить сушеные грибы можно какие хотите у меня вот такие вот есть китайские я их просто вот так режу вот и будет зашибись можно и без грибов главное чтоб тофу был чарли тут еще мне под ногами мешается даем все это скипеть скажем так и выключаем закипает и буквально можно уже выключать теперь добавляем водоросли и пак соус или как там паку мису так иди отсюда не мешайся под ногами все перемешиваем все друзья суп готов пробуйте на соль обалденно вкусно даже не ожидала я когда подаете в тарелку насыпьте еще лучок зеленый ммм и все супчик готов все и и и и и и и и У нас вроде как дождь закончился. Я посмотрела, до 6 его не будет. Вот. Ой, какая красота. Смотрите, мне так нравится, когда в горах вот так вот облака вот так вот плывут. И их так видно. Это какая-то прям магия для меня. Вообще обожаю облака вот такие вот. В общем, классно. Я постирала там. И, вы знаете, повесила. У меня вот такая есть сушилка. И потом, если что, на ночь я ее протерла. Сейчас здесь поставлю на балконе. И будет здесь сушиться. Да. А что, у нас, например, вот внизу, там люди живут, да, внизу, у них нет никакой крыши. И вот у них только вот такой балкончик. И они сушат. У них, правда, вот тут вот так вот сделаны вот тут сушилки. И они одежду сушат вот так вот. Мне, конечно, нравится, когда белье высушено на улице. Потому что и запах какой-то другой. И все такое вот более вкусно. Да, Чучи? Чучи там яблочко кушает. Так, не ревнуем, не ревнуем. Да, Чучи там яблочко кушает, разговаривает. Да, Чучи. А и Чарли вот. Нравится ему, когда ему чешут. Он так станет, так смешно вообще. Чешут его, чешут. Ой, сладки, моя любовь моя. Ой, смотрите как, смотрите как. Ой, съела бы. Где съем? Где съем? Тебе целоваться. Мое счастье. Не целоваться. Любовь моя. Все в шерсти. Все в шерсти. Ой, видите как он злой? Злой. Злой. Смотрите какой злой. А я тебя не боюсь все равно. Смотрите какой злой. Он потом просто понимает, что со мной так нельзя делать. И хочется, и колется. Чучи? Давай, пойдем Чучи. Пойдем Чучи скорее. Скорее Чучи. Ой, блядь, мантыкнется. Мантыкнулась. Ну ладно, пускай так. Чучи, пойдем скорее. Пойдем скорее, мое счастье. Чучи дам тебе. Скажи, меня позвило мамка. А теперь давай вкусняшку мне. Ну-ка, баха. Баха? Да ты боль-то. Ой, сам все делает. Ой, и чешется, и жрать хочется. И все, не знает, что делать. Ну вообще, я чай буду пить. Вот иногда меня Чарли прям вот бесит. Он всегда вот на мне. Всегда вот так сидит. Всегда вот. Вот вообще. Ну я мороженку просто ем. И вот он сидит, вот так сидит. Я вот повернуться не могу, а он сидит и сидит, сидит и сидит. Чарли, отстань от меня, дай человеку поддохнуть. На кухне я там, он тоже. В туалет пошла, а он со мной. Везде со мной, а. На, 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 ешь. Ешь, сказала. Видите, не хочет. А если дашь маленький кусочек, то хочет. Сейчас посмотрим. На. Вот видите. Такое вот прилипало, прилипало на. Смотрите, как ясно после дождичка. И море такое черное-черное. Прям видно, что оно черное. А мы идем гулять. Пользуемся моментом, что нет дождя. Наверное, не будет пока что. Но будем надеяться, что пока я гуляю, его не будет. Помните, вчера говорила, что у нас тут нет грязи. Сегодня дождик шел. Хороший дождик такой лил прям с утра. А видите, как все чисто. Оксаныч, грязи, ничего нет. Так что свободно можно гулять. Я сегодня по полям вышла, надела свою шубу и пошла. Ну, как шуба. Это теплая кофта просто такая. Пушистая. Она специально у меня для таких заходов по полям. И все. И заниматься. Чарли сегодня с утра не выходил. Куда выходить он? Даже не знал, куда ему пописать утром сходить. Потому что дождик он не любит вообще. Так что все. Пошли мы. Посмотрите, как у нас снега-то намело. Как снега-то намело, а? О! Только знаете, что? Сера-Невада должна была открыться на той неделе. Но ее не открыли. Это у нас горнолыжные курорты. Вот. Их не открыли, потому что Ну, у нас там всякие карантины. Там всякие комендантские часы. В общем, нельзя. Очень жаль. Снега прям навалило, навалило. Ого-го, сколько. Класс. Ну, вот видите, как я вам говорила. В дождь. Испанцы на улицу не ходят. Вообще никого нет. Вся, весь парк для меня. Единственная моя. Ну, да. Чарли хотел поваляться на траве. Потом передумал. На мокрое. Начинает капать дождь. Но нам уже немножко осталось. Мы большую часть пути уже прошли. В общем, смотрите. Смотрите. Что тебе там надо, твою девизию? Я его не отпускаю здесь, потому что, знаете, после того, как однажды у меня тут все стреляло, он от меня побежал. Ну, в общем, я его больше не отпускаю с поводка, потому что, чтобы, ну, бегать за ним и страх, и стресс переносить не хочется. Поэтому ходит по полям, да, там нормально. Сейчас праздники будут скоро. У нас на следующей неделе, по-моему, праздники начинаются. Какие-то там, какие-то там, я даже не знаю, сколько здесь праздников, что я теряюсь у них. И сто процентов будут стрелять. Вот эти вот петарды, салюты. Это у нас аллея кактусов. Классная такая, красивая. Она сейчас, правда, закрыта, но я однажды прогулялась. Смотрите, даже с надписями. Что, какой кактус. Вот прям одни кактусы здесь, разные-разные разновидности. Их только посадили, поэтому, может быть, потом и откроют. Коллекция, сад, кактусы и какие-то еще Тереса. Матриль. Мэрия Матриль. Ой, что тут за дырка такая в кактусе? Это не дырка. А, нет, это не дырка. Это с него чудо. Ой, какой интересный, смотрите. О, какой интересный. В общем, интересно тут будет. Что, Чарли, кто-то поет там песенки? Молодежь, наверное, сидит им по барабану. Дождь или еще что-то. Капает дождь, видите? Ну, так. Гулять можно. Друзья, мы сегодня кое-что делали. Вот что. Но об этом я вам расскажу завтра. Потому что день был насыщенный. Вот. Так что всего вам самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok